Привет! Сегодня тебя ждёт долгожданный и полноценный разбор нового официального трейлера FNAF 9 Security Breach. В этом ролике я постараюсь раскрыть все секреты и пасхалки нового трейлера, а также разобрать сюжет игры FNAF 9. В общем, видео будет очень интересным, поэтому завози как можно больше лайков, если ты ждёшь FNAF 9 так же, как жду его я. А мы погнали! Для начала давайте посмотрим сам трейлер. Грегори! Твои друзья беспокоятся о тебе. Они здесь, со мной. Пожалуйста, выходи. Так, я уже кое-что заметил. Возможно, я вышла из себя. Сейчас друзья покажут нового аниматроника. Вот он сверху ползёт. Круто. Это был очень тяжёлый день для всех. Этот кадр мне очень нравится. Почему бы тебе не выйти? Я тут заметил много всего интересного, и мы подробнее об этом поговорим. А вот и статуя Глэм-Рок Фредди из золота. Офигенно просто. Это был просто Грэй. Круть. Грэгори, не двигайся. Я думаю, она нашла нас. Блин, я никак не могу привыкнуть к этому скримаку. Скример Венни. Пять ночи с Фредди. Секьюрити. Бридж. Офигенный трейлер. Игра выйдет на PS4 и на PlayStation 5. Эксклюзивно три месяца, а также на ПК. Было написано всё там. Это круто. Это круто. Так, все снимки были с PlayStation 5. Я заметил надпись. Окей, графика на PlayStation 5 будет крутая. Итак, мы посмотрели трейлер, и теперь давайте детально рассмотрим все кадры. Начало трейлера. Здесь мы видим какое-то помещение, скорее всего, для персонала. Здесь у нас есть аварийный выход, есть трейлер, который перевозит грузы, да. Что-то типа грузового какого-то помещения. И в самой дальней комнате, да, там есть логотип компании Freddy Fazbear. То есть, возможно, возможно, здесь производят аниматроников. Это как вариант, потому что... Ну, либо просто логотип. И самое интересное, что почти в конце мы видим, как из дверного проёма выглядывает тень. И тень это аниматроника Венни, скорее всего. Либо убийцы Венни, да. Потому что видно по ушам, по острым ушам, скорее всего, она в костюме выходит и стоит в этой комнате. Видно её тень. Следующее, это, скорее всего, кухня. Это кухня, где готовят пиццу. Здесь у нас кастрюли и всё остальное. Здесь я ожидал, конечно, увидеть Чико, но мы увидели нового аниматроника. Абсолютно нового аниматроника. И уже на самом деле есть его изображение. То есть, его там очень хорошо видно. И если приблизить, уже можно разглядеть этого аниматроника. И фанаты, собственно, американские уже начали представлять, как он будет выглядеть. У меня есть несколько примеров, причём довольно неплохих. Вот, можно посмотреть, как выглядит этот аниматроник. То есть, это какой-то человек-луна, что ли. То есть, его лицо... Ну, как бы тут два варианта. Либо оно действительно сломано, либо такой аниматроник и есть. То есть, его лицо в виде луны сделано. И это довольно крипово. На самом деле, мне сначала показалось это лицо, похоже на Балору. Которое дали в глаз, я не знаю. Но чем-то мне напомнило. Пиццерия закрывается. Точнее, не пиццерия, а кухня. И далее мы видим уже огромную комнату с диско-шаром. То есть, это какая-то, возможно, танцевальная комната для вечеринок. Или, на самом деле, это может быть комната безопасная. То есть, безопасная комната, в которой тебя не будут трогать аниматроники. И, возможно, даже невозможно, А если присмотреться ко всему этому залу с картинками аниматроников Аллигатора и Фредди, мы можем увидеть, что вот эти стены, красные, зеленые, фиолетовые, это все один огромный лабиринт, друзья. Вот эта винтовая лестница, возможно, является выходом из лабиринта. А вот эта комната, которая безопасная, вот эта диско-шаром, это старт лабиринта. То есть, мы начинаем оттуда, спускаемся вниз, проходим все уровни лабиринта. И, возможно, поднимаемся на самый верх, чтобы как-то сбежать от аниматроников. Почему это лабиринт? Почему это лабиринт? Например, взгляните вот на самый последний кадр, когда уже экран темнеет, и тут мы видим отчетливо мост. Мы видим мост между зеленым лабиринтом и фиолетовым. И там между ними есть проходы. То есть, скорее всего, будет несколько этажей у лабиринта. Они будут разные. И вот эти вот дырки в стенах лабиринта, это, скорее всего, будут окна, через которые мы сможем смотреть и следить за Венни, за аниматроником, который будет за нами гоняться. Возможно, Венни будет не одна, возможно, у нее будут какие-то прихвостни аниматроники, какие-то зомби аниматроники, которых она будет, значит, себе привлекать, и как-то охотиться за нами тоже. То есть, 100% в игре мы будем ходить. То есть, это уже не будет как в FNAF VR Help Wanted, где мы просто, получается, могли двигаться, оборачиваться, осматриваться. И, как нам сказали разработчики, это будет не VR-игра. Возможно, в ней будет какой-то VR-режим, но, по сути, эта игра не VR, это полноценный FNAF, который без очков виртуальной реальности можно будет играть. И на ПК, и на PS4, и на PlayStation 5. Соответственно, на Xbox она выйдет только через 3 месяца. То есть, если у вас есть PlayStation, то вам крупно повезло. Как и тем, у кого есть ПК. То есть, очень круто. Ну, в общем-то, такой будет геймплей и лабиринт. Я, на самом деле, не люблю лабиринты, но это, возможно, будет что-то в стиле, как был лабиринт, по-моему, в хэллоуинском обновлении, где мы от Фокси Горящего убегали. Возможно, что-то в этом стиле будет. Но намного лучше, я уверен, потому что все-таки это новая игра. В общем, с лабиринтом мы все поняли. И далее у нас идет кадр главного помещения. Возможно, это будет тот самый зал, который, скорее всего, будет являться безопасным. И в этом зале мы как раз-таки будем выбирать уровни. То есть, как было в HelpFonted, мы стояли в пиццерии, да, и на мониторе могли выбирать уровни. Здесь, наверное, мы будем уже подходить к разным дверям, к разным входам, и там попадать в различные уровни. То есть, будет уровень на первом этаже, на втором этаже, и, возможно, на третьем, и, возможно, в подвале, и как-то так. Ну и, собственно, все, что нам показали, это несколько кадров из игровых локаций. И, конечно же, скример Венни с красными глазами. Такой довольно страшненький. Также название игры. Пять ночи с Фредди Security Breach с логотипом. И в конце нам пишут. Эта игра выйдет эксклюзивно на консолях PlayStation 5 и PlayStation 4. Это имеется в виду именно консоли. То есть, на Nintendo Switch или на Xbox, ни на каком она пока не выйдет. И также, интересная надпись в самом-самом конце, что все кадры, все кадры из игры взяты, точнее, были отсняты на PlayStation 5. То есть, игра уже готова на PlayStation 5. Она уже работает. Ну и, как бы, вот, пожалуйста. Вот именно с такой графикой мы будем играть в неё на PlayStation 5. Это очень круто. Поэтому я жду эту игру и на PlayStation 4, и на PlayStation 5, и на ПК. Я думаю, мы поиграем с вами во все версии. Все версии пройдём. Возможно, для каких-то версий будут определённые какие-то условия, либо бонусы, либо какие-то аниматроники специальные. В общем, будет круто. Слушай, FNAF Play, я тоже хочу сказать пару слов. Лично я думаю, что когда ты рассказывал про момент с лабиринтом, то там будет немножко всё по-другому. Да, там будет аниматроника, можно будет подглядывать за ним. Но я думаю, что игрок будет не один. То есть, в игре, возможно, добавят мультиплеер. Это будет как в Dead by Daylight, где четыре выживших борются против одного убийцы. В нашем случае будет четыре школьника, которые будут убегать от Венни, которая будет их ловить. А ещё я думаю, что Венни будет как марионетка. И если она кого-то поймает из выживших, то она засунет его тело в аниматроника. И тогда выживший уже станет аниматроником и будет помогать другим выжившим выбраться из этой локации. Возможно, это будет как-то так. А выжившим надо либо заряжать генераторы, либо что-то находить, чтобы сбежать. Это на самом деле интересная идея. Потому что мы слышим в трейдере, что Фредди пытается защитить какого-то Грегори, какого-то, возможно, посетителя этой пиццерии от злой Венни. И, возможно, в этом будет суть. Либо изначально будет два выживших, и двое будут играть за доброжелательных аниматроников, которые готовы помочь в любой ситуации. Лично я думаю, как-то так. Даже тот кадр, где мы видим золотую статую Фредди, лично мне кажется, что это какое-то лобби, где будут собираться все игроки, которые будут заходить в онлайн-режим этой игры. Возможно, режимов будет два, где ты можешь полностью пройти сюжет в одного человека и также поиграть с друзьями в мультиплеере. И это реально будет круто. Сам по сути, огромный зал, куча лестниц, много комнат, а также большое пространство. Для одного человека это как-то много. Не так ли? Так что я думаю, что это какое-то лобби, где люди будут заходить, объединяться с другими игроками и играть против Венни. В общем, это мое мнение. А верить ему или нет, решать вам. Слушай, Спринтрап, а ведь неплохая идея. Если бы разработчики добавили мультиплеер в игру, то в небо очень долго могли играть люди. Разработчики могли бы добавлять новые скины, новых персонажей, и какие-то новые умения и способности. Это было бы реально круто. А ведь это можно проверить. Если мы зайдем на сайт разработчиков и зайдем в раздел игры, то мы можем посмотреть, какие игры раньше делали разработчики. И если у них есть мультиплеерные проекты, то, возможно, они добавят мультиплеер в игру. Давайте проверим. У них тут немного игр, и все мы их можем посмотреть. Итак, открываем список игр разработчиков, и давайте же узнаем, есть ли у них мультиплеерные проекты. Первая их игра выходила даже на мобилках, но давайте посмотрим, что это такое. Итак, игра выходила еще в 14-м году, довольно давно. Она для одного игрока, и мультиплеера здесь нет. Что ж, ладно, пока что этот вариант нам не подходит. Вторая их игра, она была выпущена в 16-м году, и здесь тоже нет мультиплеера. Игра, кстати, была сделана для VR уже. Окей, хорошо. Вариант отпадает. Следующая игра, что-то космическое. Давайте посмотрим, тоже для VR, 16-й год. И тоже никакого мультиплеера. Слушай, Спринтрап, наверное, ошибся. Это было бы фигово, я так надеялся. Ладно, следующая игра, возможно, все-таки есть шанс. Следующая игра была выпущена также в 16-м году. Целых три игры, вот это да. Тоже для VR, друзья, и опять же для одного игрока. Шансов все меньше и меньше осталось для игры. И надеюсь, нам повезет, друзья. Итак, следующая игра. Битва за Азис. Итак, заходим в Steam. И что мы видим, друзья? Восемнадцатый год. И отчуда против игроков по сети. Это мультиплеерный проект. Это полноценная VR-игра, в которой есть мультиплеер, друзья. То есть люди собираются вместе, играют друг против друга, стреляются. А почему бы и нет? То есть разработчики умеют писать мультиплеерный код. Они могут сделать сервер. И в принципе, это круто. Это круто. И это новая их игра. Ну, относительно, да? Так, ну и посмотрим последнюю. Последняя их игра. Перед КНАФом 2020 год. Интересно. И тоже, друзья, мультиплеер еще и кроссплатформенный. Я, чтобы вы понимали, кроссплатформенный это когда можно играть в мультиплеере не только на ПК, но и на PS4. То есть ты, если, допустим, у твоего друга PS4 или PS5, а у тебя ПК, то вы сможете с ним поиграть по сети. Так, ну все, все. Слушайте, а это, это, это же офигенно. То есть, если разработчики выпустили в 2020 году эту игру, и получается, что выходит ФНАФ новый, и, возможно, разработчики все-таки допили туда мультиплеер еще и кроссплатформенный, это будет очень круто, друзья. Слушайте, а шансы высоки. 90% шанс, что будет мультиплеер, ребят. Я, конечно, не утверждаю, потому что я могу ошибиться. Но по всем параметрам разработчики могут сделать мультиплеер. И если первый ФНАФ, как мы видим, да, первый Help Wanted, а также DLC, оно было без мультиплеера, то, возможно, ФНАФ Security Breach будет иметь мультиплеер. И это будет реально круто. И респект полный разраба, потому что они умеют и могут сделать мультиплеерную хорошую игру. Также меня удивил еще один интересный факт. Когда я смотрел презентацию PlayStation, там показывали только крупные проекты. То есть там показывали такие игры, как Spider-Man, Final Fantasy, Call of Duty новый. В общем, самые крупные проекты. То есть игры формата AAA. То есть это очень крупные проекты, которые не являются инди-проектами. И среди них показали ФНАФ. ФНАФ Security Breach. Вы только представьте, друзья, эта игра будет формата AAA. И если там не будет мультиплеера, то это полный бред. Потому что давайте посмотрим. Ну, в Spider-Man вряд ли будет мультиплеер. В Final Fantasy, по-моему, есть мультиплеер. Взять Call of Duty. Да в любой Call of Duty есть мультиплеер. Но там были и другие игры, просто надо вспоминать. Но, в общем, там не было ни одной инди-игры. И ФНАФ, значит, она уже не инди-игра. То есть ФНАФ Security Breach. Это полноценный проект, который, кстати, будет стоить на минуточку 4000 рублей. На PS4. На PS5, возможно, дороже. Потому что где-то кто-то спалил ценник. Я сейчас скриншот не покажу вам, но он точно был. Где-то в Reddit я видел. Так что, возможно, друзья, нас ждет полноценная, просто офигенная и самая крутая игра ФНАФ. В которой будет мультиплеер. В которой будет соло-прохождение. В которой будет сюжет, куча секретов, новые аниматроники. И мега-крутая графика. Особенно на PS5. В общем, мы со Спринтрапом выразили свое мнение по поводу нового трейлера. И разобрали его по полочкам. Насчет мультиплеера пока, конечно, неизвестно. Но лично я уверен, что игра будет просто мега-крутая. Поэтому будем ждать ее выхода. И, надеюсь, она выйдет уже очень скоро. Скорее всего, на старте продаж PS5. А, возможно, и раньше. Поэтому, друзья, будем ждать. И ставить как можно больше лайков, чтобы игра поскорее вышла в свет. И я надеюсь, что там будет мультиплеер, где я смогу поиграть вместе с тобой во FNAF 9 Security Breach. Ну а сейчас всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok